Доброе утро! Мы сегодня будем готовить нечто вкусное и полезное или полезное и вкусное? Я даже не могу выделить одно из этих качеств, потому что блюдо содержит и первое, и второе. Это фруктовые роллы? Да, что-то вроде этого. Давайте займемся делом, да, распределим обязанности. Тем более, что мы их уже распределили заранее, да, я должен все это нарезать, Надя должна сделать определенный сироп, а вы, дамы, рассказывайте. Я буду вас поддерживать морально и учиться. Хорошо. Давайте я тогда сначала расскажу основные составные части нашего блюда, что мы будем готовить. Так, основа – это рисовая бумага, которую вот вы видите здесь. После мы расскажем, как ее использовать. Дальше. Начинка. Начинка у нас фруктовая. Это, на самом деле, это сезонные фрукты или любые всевозможные фрукты, которые вы просто любите. Вот, сейчас Сергей сейчас поможет нам их нарезать. Что нужно делать с лимоном и медом? Давайте быстренько разберемся, что делаем, потому что нам интересно узнать побольше непосредственно про Ярцейл, что там будет происходить. Вот это мне просто мед с лимоном смешивать. Конечно, конечно. Произвольная программа. Лимонный сок, мед и немножко водички. Хорошо. Это будут, в принципе, это блюдо будет выглядеть как классические спринг-роллы. Я не знаю, если вы пробовали или не пробовали. Они обычно делают и с овощами, и с каким-то соусом. Это такой, мы переиграли ее... Спринг-роллы от слова весна? Да. Вот, например, в Азии это классическое стандартное блюдо, закуска, где вы ее можете попробовать в любом заведении. А здесь мы ее переиграли просто на такой фруктовый лад. Влада, я вам признаюсь абсолютно честно. Я в Азии не бывал, поэтому я не знаю, чем отличаются спринг-роллы от просто роллов, которые я встречаю в кишиневских меню. Или отличия нет? Нет, отличия, конечно же, есть. А ну просто круче звучит, мне кажется. Не, на самом деле... Современно. Да. По-весеннему так, знаете ли. Так. Витамины уже в названии в самом. Давайте непосредственно о Ярсейле. Наверняка там будут не только продукты питания и полезная еда. Наверняка будет программа гораздо обширнее. Программа, да, как обычно, обширная. Но основной упор мы решили сделать на еду. Поэтому Ярсейл так и называется Ора Месси. В русском варианте это звучало как время есть, что означает и время есть, и время покушать есть. И вообще есть время развлекаться и выйти из дома, сходить на наш Ярсейл. Конечно, там будет и еда, и одежда, и пластинки, и книги, и бижутерия. Очень много, как всегда. Мы обычно до конца не рассказываем все, что там будет. Но вам я готова сообщить, что у нас будут еще лекции и мастер-классы по здоровому питанию. Будет конкурс пирогов, сладких сезонных пирогов. У нас будет жюри, которое будет дегустировать и определять и визуально, и по вкусу, по запаху. Не знаю, по каким еще критериям. Самый вкусный пирог. И мастерица, которая его приготовила, получит прекрасный приз, насколько я знаю. То есть есть стимул соревноваться? Конечно. Кроме защиты чести и гордости, кулинарной, есть еще некий материальный интерес, который будет вознагражден. Перечислять все, что заявили в плане еды, нет смысла, потому что вы просто не сможете. Вы не дотерпите до воскресенья. Потому что там такой ассортимент. Начиная от сыроедческой, веганской, ведической кухни, заканчивая бургерами. Не могу представить, насколько они калорий, но они прям будут и полезные, и менее полезные, скажем так. То есть есть у нас ребята, которые заявили спортбургеры, вот. А есть закуски к пиву, например, которые я бы полезными не назвала, но они наверняка вкусные. И более того, у нас будет мастер-класс по совместимости пивных закусок и сортов пива. Ну то есть самое главное, я понимаю, что каждый найдет что-то для себя. Потому что, несмотря на то, чего вы приверженец, для каждого найдется чем-то. Для каждого, причем и для детей, и для взрослых. Можно будет покушать на месте, выпить, конечно же, на месте, но можно и купить домой. Для того, кто не смог прийти, или просто, как бы такой запас себе сделать на неделю, на две недели, вкусной еды, напитков. А что касается цен на ярдсейле, можно-то прийти и приобрести, но по карману ли? Да, я считаю, что да. Потому что есть, конечно, ребята, которые делают прекрасные вещи, которые, ну, они как бы и визуально стоят тех денег, которые из-за них просят. Вот. Но можно очень бюджетно накушаться так, что, ну, ты не сможешь уйти от этого. А подарки бывают? Ну, бывает такое, что... Вот я, например, люблю, когда в некоторых супермаркетах организуют некие дегустации. Вот я, я из тех потребителей, которые любят быть вознагражденными за посещение какого-либо супермаркета в определенный день. Вот на ярдсейле будет... И попробуй теперь не прийти, потому что у нас практически у каждого продавца есть тарелочка, плошка, досточка, да, где он приглашает людей дегустировать свой продукт перед покупкой, потому что, ну, понравится, не понравится, не факт. Более того, у нас продавцы очень добрые, может, потому что они готовят кушать, а как бы злой человек не может вкусно готовить. Поэтому они могут посмотреть вот в ваши прекрасные глаза и просто что-то подарить. То есть вот, вот забирай конфетку. То есть нужно идти с хорошим настроением, это пункт номер один. Деньги не обязательно, не самый обязательный момент, но вот хорошее настроение, улыбка, еще взять с собой друга, чтобы было комфортнее, чтобы было что обсудить, это лучший, лучший рецепт ярдсейла. Если говорить, может быть, не то, чтобы сравнивать с предыдущими ярдсейлами, да, но делать выводы какие-то, то есть каждый ярдсейл наверняка это шаг вперед, да, или какой-то анализ, что понравилось в прошлый раз, да, что можно из этого еще раз использовать, преобразить. Я, кстати, тоже хотела об этом спросить, да. То есть, может быть, чем вот этот ярдсейл, то есть очередной шаг будет, чем он будет вперед? Это номер пятьдесят один. Пятьдесят? Пятьдесят, это пошел седьмой год. Пошел седьмой год, номер пятьдесят один. У нас каждый ярдсейл отличается от предыдущего и тематикой, и декором, и, конечно же, участниками, потому что со временем появляются новые мастера, новые люди, которые выходят, что-то рассказать, показать, продать, конечно же, тоже. Естественно, у нас новые и посетители, то есть мы все больше и больше привлекаем людей. Ну, я считаю, что основное отличие этого ярдсейла, это то, что, во-первых, он в теплом помещении, мы хотели его сделать на улице, но побоялись мы погоду и, в общем-то, угадали с этим. Если говорить о посетителях, то это какие посетители чаще всего? То есть у вас есть какие-то, ну, уже прям так, портрет посетителя ярдсейла? Кто уже аудитория, Татьяна? Раньше он был, потому что раньше это были в основном молодые, модные люди, которые считали ярдсейл за некую тусовку. Сейчас это абсолютно разные люди, это семьи, это даже пожилые люди к нам заходят, мы даже иногда делаем скидку на вход, потому что нам приятно, чтобы пожилой человек, ну, как пожилой возраст, назовем так, да, чтобы он позволил себе прийти к нам, получить удовольствие, пообщаться, что-то купить, что-то увидеть, вот. Вот, поэтому, действительно, сейчас абсолютно разные люди к нам приходят, но все, все добрые, все с улицами, да, это так. Как и мы этим утром, в принципе, то, что происходит сейчас на нашей кухне, это также можно назвать определенными лайфхаками. То, что происходит на ярдсейле, это тоже своего рода лайфхаки, то, чем занимается Нина Смирнова, а о чем она расскажет сегодня, давайте узнаем. Субтитры сделал DimaTorzok